А, а, монахи, священники, иконы. Костры инквизиции перед глазами горят, пыточные, где его будут заставлять верить в Бог. Мы, грубо говоря, продаем, простите, православие. Кроссовки у меня должны быть персонализированные, кастеризированные, одежда какая-то с претензией на оригинальность. Этот врет так, этот врет сяк. Вот, вы молодцы, давайте, у вас все получится, вы самые классные. Сергей, дай мне твой автомобиль. Отец Анастасий, а ты мне что взамен? Ничего. Видно, что передача традиционных ценностей идет туго. Говорят, что молодежь не доверяет церкви. Якобы у молодежи есть запрос на искренность, а в церкви они ее не находят. Им все в церкви непонятно, тяжело, непривычно. К тому же в церкви все так консервативно, архаично, а молодежь идет вперед, ищет какой-то новизны и так далее. Так говорят. Действительно ли так есть? И если да, то что церкви с этим делать? Об этом мы поговорим сегодня на портале Экзигет с человеком, который сам еще не вышел из молодежного возраста, не так давно закончил МГУ, а сегодня уже иеромонах, и священнослужитель. Это отец Анастасий Бойков, насельник Псково-Печорского монастыря, руководитель многих молодежных проектов. Отец Анастасий, здравствуйте. Здравствуйте. И с днем рождения. Спасибо. Открою такую тайну, что сегодня в день съемки у отца Анастасия день рождения. Отец Анастасий, монахи празднуют день рождения? Ну, как остальные монахи, не знаю. Кто-то да, кто-то нет, но я праздную, потому что для меня день рождения – это повод собрать людей. День рождения начался с того, с чего, наверное, у каждого верующего человека он должен начинаться, с причастия. Сегодня была семинарская ночная литургия. Для меня это большое утешение – послужить вместе с братьями в родном храме, в котором мы воспитывались. Ну, вот сейчас мы пишем передачу для Экзигет, так что простительское служение, оно не останавливается даже в день рождения. А в три часа я собираю ребят из разных компаний, из Роспатриотцентра, экспертов, которые к нам приезжали, ребята, которые были на истоках новоначальные, ребята, которые посещали Псково-Печерский монастырь, мои старые знакомые. И вот все, кто хочет, они придут на экскурсию по Срединскому монастырю. Покажу им наши соборы, семинарию, а вечером пойдем на все ночные бдения и желающих смогу поисповедовать. Вот так у меня проходит день рождения. День рождения в служении Богу, все как положено. Да. Итак, отец Анастасий, действительно ли молодежь не доверяет церкви? Да, действительно. Почему? А почему мы решили, что она должна нам доверять? Вот. Мы просто часто исходим из такой мысли, что, ну, раз мы все крещеные, там сколько, процентов 80 населения, да, живем в стране с культурой и историей, которая вся пропитана православием, то это все должно как-то автоматом ребятами усвоиться, они должны этому доверять, искать в этом опору в жизни. Но, в общем-то, это, а когда мы вот так говорим, мы вообще зачем руководствуемся? Как будто взрослые массово ходят в храм и массово воспитывают православие своих детей. Да, мы в Конституции там закрепили, что вера в Бога для нас важна, воспитание духовной молодежи для нас важно, но от слов до дела, до того, как в душах людей реально что-то изменится, очень большое расстояние. Вот. И когда приезжают ребята, например, подростки, которые прошли через конкурс «Большая перемена», они все такие там через проекты прошли, в артеке там по пять раз бывали, ребята от 14 до 18 лет. Сидит аудитория, 200 человек. Вот. Меня поставили проводить беседу, которую условно назвали беседа о самом важном, да, то есть о ценностях. И вот. И мы начинаем сравнивать, какие у нас ценности традиционные, а какие современные нетрадиционные ценности. И проверяем отношения ребят к государству, к созданию семьи, к воспитанию детей, там, даже к тем же абортам, еще там что-то, да. Вот. И что-то вот как-то видно, что передача традиционных ценностей идет туго. Ребят, спрашиваешь, вам там что-нибудь родители рассказывали там на эту тему? Нет. Вот. А в школе, может, вы это как-то считали из учебников, из произведения литературы? Нет. А как вообще люди об этом узнают? Да не знаем. Вот. Взять, например, какой-нибудь острый вопрос. Например, рождение детей и аборты. Да, ребята, вы вот хотите, чтобы через 50 лет здесь люди какой культуры сидели? Ну, конечно, нашей. А сколько детей надо родить, чтобы здесь сидели наши потом последователи? Ну, один. Ну, один мало, да, будет меньше людей. Два. Ну, это папу-маму заменить, а если еще кто-то помрет, то все равно мало. Ну, хотя бы троих детей надо родить. Согласны? Ну, так, по математике-то да. А кто из вас готов родить трех и более детей? Из 200 человек такие, несколько робких ручек поднимаются, говорю, ну, мы с вами тогда вымрем, как мамонты. Ладно, а что делать вот с абортами? В церкви считается, что когда две клетчки соединяются, это уже человек с душой, нельзя его убивать. Да, все равно, что я возьму пистолет и вынесу тебе мозги или сделаю аборт, это вот равноценное деяние. И то убийство, и это убийство. Вот. И тут одна девочка встает, вот, мое тело, мое дело. Да, там, что я для государства столь должна детей рожать? А что там это, много детей, мама будет нездоровая, больная, там, времени не будет хватать? Вот. И все такие, у-у-у, да, там, поддерживают, аплодисменты. Выходит семинарист, Коля, 18 лет, он уже женат, жена беременна. Вот. У него папа священник, он из священнического рода, такое традиционное воспитание. Пономарь, семинарист. Он вообще не многословный, но он выходит, и этим ребятам, которым все говорят, вот, вы молодцы, давайте, у вас все получится, вы самые классные, мы на вас, вы наша надежда. Он такой выходит, знаете, я вот слушаю, как вы отвечаете на вопросы отца Анастасии, и я рад, что я на вас не похож. Они так просто все осили, и такого никогда в лоб не говорил никто. Многие задумались, конечно. Вот. Сказать, что ребятам эти традиционные ценности не нужны, нет, отнюдь. Вот через нас тысяча ребят произошло, прошло через форум Истоки этим летом. Из них 270 решили и поисповедаться, причаститься, и 170 сделали, это первый раз или первый раз после долгого перерыва. Это еще самые решительные. А сколько ребят, у которых там отношение к церкви изменилось, отношение к Богу изменилось, которые получили ответы на свои вопросы, но еще не решились приступить к таинствам, их тоже много. То есть ребятам просто никто не занимается в этом отношении. Они хотят, они ищут, они хотят создать семью один раз и на всю жизнь, жить благочестиво. спрашиваешь, вот ребята там, кто хочет создать счастливую семью один раз и на всю жизнь? Все такие, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. А у кого из вас это получится? В смысле? Ну давайте рассчитаемся. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Ребят, каждый второй, простите, по статистике, у вас брак развалится там в первые пять лет. У-у-у, а что делать? Ну вот вы с мамой, папой разговаривали, как хорошую семью создать? Н-у-у. А в УЗИ вам что-нибудь рассказывали? М-м. Может быть, в школе что-то говорили? М-м. Книжки читали? Нет. Ну а как же вы создадите счастливую семью? Сердце подскажет, говорит какая-нибудь романтичная девушка, да? Говорю, ну вот видите, так подсказывают, что 80% разводов в некоторых регионах. М-м, что же делать? Ну вот вас учат, например, правилам дорожного движения, да, там, или перед тем, как выпустить вас на дорогу, чтобы вы стали водителем, вас там будут мучать всякими тестами, экзаменами. Думайте, создать семью это гораздо легче, надо что-то изучать, там вот книжки читать, еще там что-то делать. Конечно, это трагедия, что семьеведения нет в школе, мы все трубим, а-а-а, семьи разваливаются, разводы, неполноценное воспитание, детей не хватает, а что мы делаем-то для того, чтобы этого не было? А церковь может чем-то помочь здесь? Естественно, человек, который попадает в сферу влияния церкви, у него появляется духовник, он перенимает эти традиционные правила создания семьи. Люди в церковь приходят из мира и, наверное, статистика разводов у нас поменьше, это, конечно, требует своего исследования, но все равно много разводов. Есть и разводы в священнических семьях, есть семинаристы, которые вот женились и буквально через месяц развелись. Нас никто не учит создавать семью, и внешняя среда, она к этому не очень располагает, к тому, чтобы создавать многодетные семьи. Даже я детство вспоминаю, как я смотрел какие-то там американские фильмы, сколько фильмов про многодетные счастливые семьи, начиная там с один дома, где они забили Кевина, и до каких-нибудь комедий. Да, фильм про многодетную счастливую российскую семью я что-то даже не вспомню. Ну, вот папины дочки какие-нибудь там, ну, там четыре, да, я одной девчонке помогал выцерковляться, это сестра моя однокурсница, и сегодня была ночная литургия, годик мы общались, она выцерковилась, и когда мы вместе стояли в храме, я ей что-то объяснял, семинаристы думали, что мы вместе, вот, а потом, когда она уже выцерковилась, я от нее отошел, сразу набежали семинаристы, и она быстро стала матушкой, вот, и я сегодня встретил ее супруга, говорю, ну, ну, что, как вы, ну, вот уже пятого ждем. Молодцы. Да, мне было очень отрадно это услышать. Хорошо, отчая, давайте все-таки обратим внимание вот конкретно на те темы, которые могут как-то триггерить молодежь, как-то раздражать и вызывать какое-то непонимание. Как мне кажется, это, например, такая тема, как церковь и государство. Вот молодежь видит, что церковь работает, пытается работать вместе с государством, а молодежь во все времена была так оппозиционно настроена к любой власти, и поэтому возникает некое неприятие. Ой, что за бюрократическая машина? Вот что с этим делать? Действительно, такое есть. Мы помним даже Александра Сергеевича Пушкина, который начинал либералом и человеком, заигрывавшим с эфиизмом, за что попала Михайловская формально, да, и закончил таким консервативно настроенным, верующим человеком, который поисповедовался, причастился, и священник сам говорит, я бы так перед смертью хотел бы поисповедоваться, как он это сделал. Как-то доказывать, что мы не сотрудничаем с государством, смысла вообще нет. Но мы объективно с ним сотрудничаем по тем направлениям, где у нас есть общие интересы, схожесть взглядов и ценностей, да. Вот. Где-то даже хотелось бы этого сотрудничества побольше, если честно. Вот. По поводу отношений ребят, да, наверное, просто надо с этой темой смещать акцент, да, то есть, что церковь, это не про сотрудничество с кем-то, это не политическая партия, не организация для достижения чьих-то интересов. Это про поиск Бога, установление связи с Богом, общение с ним и получение пользы для человека, чтобы он был счастливым, здоровым и телесно, и духовно, вот. Люди, которые живут в церкви, я же что там, прям сижу и каждый день думаю, как бы мне чего-нибудь там еще посотрудничать с государством или защитить там интересы президента или еще что-то. У меня совершенно другие задачи, как у священнослужителя. Да и верующие в храм приходят тоже не за этим, да, то есть церковь это про другое. А вот как молодому человеку показать вот это, без соприкосновения двух миров это не получится, да, то есть если будет сидеть два умных человека вроде нас с тобой, да, и говорить по телевизору, что это не так, ты никого этим не переубедишь. Там говорят, тут говорят. Вот вопрос у нас, почему молодежь не доверяет церкви? А вообще кому доверяет молодежь? Почти никому. Сейчас вообще в современном мире мало кто кому доверяет. Дипломатия обесценилась, этот врет так, этот врет сяк. Вот. Эксперты, да какие эксперты? Сейчас нет таких авторитетов, знаете, вот так, чтобы у молодого человека кто-то стал кумиром, как вот, не знаю, там Александр Македонский у Суворова, да, там, и он вот хотел бы ему подражать и за ним тянется. Этот блогер так скажет, тут я на ютубчике этого эксперта послушаю, в телеграмме мне эксперты еще там что-нибудь наплетут. У ребят повышенный запрос на создание индивидуальной своей личной картины мира, своего личного взгляда. Кроссовки у меня должны быть персонализированы и кастомизированы, одежда какая-то с претензией на оригинальность. Конечно, в этом стремлении к оригинальности все становятся одинаковыми немножко, но так или иначе, да, вот особенно современной культуры. Все хотят настроить свои информационные потоки, что я потребляю в плане культуры, что я потребляю в плане информации, и мировоззрение тоже ребята выстраивают сами. Они плавают в этом мировоззренческом бульончике, пытаются оттуда выловить кто морковь, кто котлетку, кто лучок, кто чесночок, набирают себе такой шведский стол. И им-то не очень даже важно, что это мировоззрение совершенно друг другу противоречащее. Просто мне это нравится, мне это импонирует. Тут я там татуху набью какую-нибудь скандинавскую, буду представлять себя воином, там, неоязычником. Здесь я там в World of Warcraft буду играть, тут в танчики, здесь я там на рейв какой-нибудь пойду. Вот, тут я немножко йогой позанимаюсь, подружкой таро пораскладываю. Кстати, недавно проводилось социальное исследование мировоззрения молодежи от 18 до 30 лет в Москве. Гипотеза была такая. Ладно, ну, если молодежь церкви не доверяет и она неверующая, может быть, они все атеисты? Отнюдь. 30% увлекаются астрологией, 20% нумерологией, там, процентов 13 еще востоком, буддизмом, йогой, еще какая-то часть неоязычеством, уфологией, да, то есть, ребята пытаются в этом окружающем мире найти какую-то опору, да, но опору они находят в том, до чего легко дотянуться, а дотянуться легко до того, что хорошо разрекламировано, да, потому что мы живем в мощных таких информационных потоках, как океанические течения, они вокруг нас крутятся, а православие, его голос, он там где-то на периферии в районе Северного Ледовитого океана таким слабеньким сигналом доносится, вот, а есть более такие мощные вещи, да, возьмите ту же йогу, ну, это же уже такое распиаренное движение, там, лет 50. А вам не кажется, что церковь должна как бы так работать в сфере пиара, пропагандировать себя, заявлять о себе больше и в том числе в среде молодежи. Ну, как вы думаете, вот апостол Павел не считал лишним переться куда-то за 3-9 земель, чтобы там обратить хотя бы одного человека, выходить на гору, там, вот, не знаю, переписку с людьми вести. Сейчас те же самые способы коммуникации, они немножко другие в 21 веке. Это соцсеть, это телеграм-канал, это создание сообществ, это грамотная визуальная упаковка материала, который ты подаёшь, вот, просто правило игры, правило общения между людьми, характер общения изменился. Не было смартфона у апостола Павла, чтобы там сидеть в соцсетях и рассылать эти послания там не двум-трем церквям раз в полгода, например, да, постоянно находиться с кем-то на связи. Не было у него там телеканала для того, чтобы вещать на широкие массы. А так бы наверняка он этим способом воспользовался. Это вещи, скажем так, духовно нейтральные, это инструмент. Ножом можно масло намазать бутерброд другу, а можно зарезать. То же самое и соцсетью, и телеканалом. У нас часто в церкви такое скептическое отношение, что это всё придумал сатана и зомбирует население через это. Ну да, наверное, зомбирует. Только пока они там зомбируют, мы сидим и ковыряемся в носу у себя в реальном мире в своей зоне комфорта, в своей субкультуре, где елейные тётушки приходят в храм и говорят, батюшка, какой он замечательный проповедь сказал. И батюшке всё равно, где-нибудь там на какой-нибудь площадке в социальных сетях. Вот. Я вот даже преподаю миссиологию у ребят в семинарии, и моя задача даже не столько их загрузить там историческими справками про Иннокентия там Московского или Германа Аляскинского, а просто мотивировать на то, чтобы с живыми людьми разговаривать о Боге. Да, вот там, например, молодые ребята там делают ремонт в семинарии. Семинаристы, вы хоть к кому-нибудь из них подошли, поговорили о Боге, о жизни, хоть подружились, познакомились? Нет. Нет. А почему? Думаю, что там эти протестанты, сектанты, что ли, приставать так людям? Вот. А в соцсетях у вас страничка есть? Нет. Ну, а что, почему нет? Ну, это же там будут меня писать, беспокоить, там, тра-та-та, этому время надо уделять. Вот. Недавно с одним молодым батюшкой в Московском разговаривал. Отец Настасья, я хочу открыть молодежный клуб. Говорю, а как ты это будешь делать? Ну, вот у меня есть два активиста, я, короче, их назначу, вот, они будут собирать, сейчас мы дадим рекламу, что-нибудь там вложим, а я буду время от времени появляться. Если ты даже не готов молодежи время уделять, то почему кто-то еще это должен делать? Да, если у тебя есть желание общаться с ребятами, уделять им время, искренне заботиться о них, они это почувствуют. Вот. Они не хотят вот эту вот говорящую голову, которая им что-то там впаривает, как это делают сотни других взрослых людей. Они хотят просто, ну, внимание к ним, внимание к их проблемам, принятия их такими, какие они есть, вот, когда человеку просто действительно не все равно на него, потому что значительному, ну, их окружению, в общем-то, на них все равно в большинстве случаев, да, вот. Родители, они бывают из разведенных семей, у них свои проблемы, там, надо тянуть семью, там, вот ты пришел в ВУЗ, найти друзей, которым будет не все равно на твои внутренние проблемы, с которыми можно чем-то глубоким поделиться, тоже достаточно трудно. Да, тем более, у них и жизненного опыта-то нет, чтобы тебе помочь, они такие же, как и ты. А внутренние вопросы, проблемы у ребят, на которые мог бы помочь получить ответ и священнику, они есть. Это и касается мировоззрения, и того, как мир устроен, как жить правильно, чтобы лишние расшишки не набивать, что делать с молодым человеком, что делать с девушкой, как построить семью, как преодолевать жизненные трудности, с которыми ребята сталкиваются, а иногда даже потусторонние вещи у кого-то бывают, когда они там лезут куда-то непонятно куда. Вот. Но для того, чтобы молодой человек решился открыть немножко свою душу и задать этот вопрос, надо вместе понаходиться какое-то время. Ну вот формат выезда, он, наверное, самый эффективный в этом плане. Подружиться нужно. Подружиться, да. Вот, например, как это происходит в рамках форума «Истоки». Да, ребята приезжают, видят, что они попадают на территорию паломнического центра монастыря. И это единственный молодежный форум Росмолодежи, который происходит на территории монастыря. Такие, ааа, ааа, монахи, священники, иконы. И у него уже там костры инквизиции перед глазами горят, пыточные, где его будут заставлять верить в Бога, еще там что-то. Через 2-3 дня смотрят, нормальные, хорошие ребята, кормят хорошо, заботятся о нас, что-то интересное рассказывают там. Вот, сами вроде какие-то люди интересные, адекватные. На пятый день они уже уезжать отсюда не хотят. Некоторые ребята потом за свой счет приезжают еще раз там аж с Иркутска, потому что вот для них тут что-то важное было, они с чем-то соприкоснулись, что-то на душе у них изменилось. Они уже понимают, что к чему и зачем это нужно. Вот. Но вот как организовать это соприкосновение двух миров, так, чтобы мы могли спокойно, ненавязчиво, не агрессивно друг на друга посмотреть и просто банально подружиться и дать друг другу то, что мы можем дать и то, что мы можем впитать. Вот это вот вопрос, да, как организовать эту коммуникацию, организовать эту встречу. Вот этого соприкосновения двух миров, светского, молодежного и церковного, его мало в современном мире. Еще одна, как мне кажется, проблемная тема это церковь и деньги. Когда молодой человек приходит в церковь за духовным, он вдруг сталкивается с темой денег, как говорится, там деньги. На свечном столике какой-то ценник стоит, какие-то там пожертвования просят и для многих это становится таким камнем преткновения. Вот что с этим делать? Сделать отдельно категорию свечек за пожертвования. То есть нет денег, ну поставь за пожертвования. Многих людей смущает. Начиная от молодежи, вот последняя смена у нас были ветераны СВО от 22 до 57. Даже взрослых дядек это смущает. Вот тоже там к военным приходишь, а почему мне за крещение деньги попросили? С другой стороны, а почему они считают, что в церкви там все святым духом питается? Почему-то считают. Почему-то считают, да. Ну это мы тут на земле-то деньгами занимаемся, нам надо семью растить, кормить, поить. Да, вот что церковь, это и ремонт, и зарплаты батюшек, и много чего другого, им, конечно, сложно понять. Вот, ну на треба, когда священник приходит, некоторые священники говорят, вообще не говорят о деньгах, если человек сам спросит, там, осветил ему квартиру, да, батюшка, а как вас отблагодарить? Некоторые батюшки не называют каких-то конкретных сумм, это пожертвование. Вот сколько считаете нужным, столько там и оставьте. Да, вот это самый деликатный подход. Но это уже вопрос, как бы, на нашей священнической этике. Пастырская тактичность. Пастырская тактичность. Как не спугнуть? Да, вот для того, чтобы не спугнуть, надо целый ряд мер предпринимать. Во-первых, постараться какую-то дружелюбную навигацию в храме сделать. Я сам, когда первый раз пытался поисповедаться, я совершенно не понимал, куда надо идти. Я пришел на пояс Богородицы, простоял 9 часов ночью в очереди, кроме Христа Спасителя, чмокнул ковчег с поясом, казаки меня сразу протолкнули. Я ничего не понял, думаю, ну классно, но к святыне приложился. И в очереди познакомился с одной верующей женщиной, 3 часа ночи мы сидим, блинчики уплетаем с ней в кафе и ждем открытия метро Кропоткинская. Вот, я ей рассказываю про свои какие-то духовные, не очень духовные поиски, она такая, ну ты же верующий, крещённый, ну да, ну иди исповедуйся, причастись. Я такая, исповедь, причастие, что это такое, где это происходит? Смотрю расписание в храме, красненьким, воскресная служба, думаю, наверное, все воскресенья ходят, раз красненьким пришел, все крестятся, кланяются, крестятся, кланяются, где эта исповедь, где этот батюшка, вообще ничего не понятно. Служба уже закончилась, молодой батюшка бежит к выходу к жене и деткам, я его перехватываю, говорю, батюшка, я хочу первый раз поисповедаться. Первый раз. Ну, приходи ко мне, в понедельник отдельно с тобой поговорим. И только вот так я понял, где и когда должна происходить эта исповедь. Хотя бы сделайте какую-то дружелюбную навигацию, что ли, в храме для новичков, свечниц подготовьте, чтобы они умели отвечать на базовые вопросы. Вот. Ну, просто больше заботы о людях должно быть, да, потому что, ну, больше всех о людях, как ни странно, наверное, заботится бизнес, потому что ему надо из человека выколотить эту денежку как раз, и он всю систему настраивает, чтобы она была клиента-ориентированная. Государство заботится о людях, может быть, чуть менее эффективно, чем бизнес, да, но все равно есть какие-то правила, процедуры, показатели эффективности, сказывается это как-то на человеке или нет. Вот. А мы в церкви часто, как вот эти вот девочки наивные думают, сердце подскажет, как счастливую семью построить, а мне сердце подскажет, где мне там наковырять их людей. Наверное, даже Бог мне их приведет в храм, и я вот отверзу свои уста, и вот точно ему зайдет. Нет. Надо изучать, как делают это грамотные люди, как эти коммуникации выстраивают, и тоже какие-то процессы внутри храмов, внутри церкви, внутри епархии отстраивать. Действительно, когда молодой человек, и в принципе любой человек приходит в храм, ему как-то неуютно сначала, потому что он не знает, что делать, это для него незнакомая среда, ему страшно, он боится что-то нарушить, тем более он же понимает, что он в святом месте. Вот когда-то была такая идея, я помню, еще в 90-х, чтобы при каждом храме дежурил во время богослужения человек, который, видя новичка, его сразу видно, подходил бы к нему, дружелюбно беседовал, и как-то там показывал ему, что нужно делать. Может быть, так стоит поступить. Да, найдем мы столько грамотных катехизаторов. Это уже кадровый вопрос, да, где найти миссионерских активных батюшек, у которых клеится коммуникация, с молодежью, с новичками, где найти этих катехизаторов, какую зарплату им платить, чтобы им не стыдно было вообще такую зарплату получать, они могли содержать семью свою на это, а не 10-15 каких-нибудь там тысяч получать. В общем, не все так просто. Да, это трудно. Да возьмите хотя бы просто, ну, пространство в храме организуйте так, чтобы видно было, что человеку здесь рады. Вот, например, Федоровский собор в Санкт-Петербурге, да, он считается каким-то таким немножко модернистским, да, там, или каким-то экспериментальным. Но все равно приходишь, дружелюбные пассажи про то, почему и как надо одеваться, и что все равно мы тебя там на костре Инквизиции не сожжем, если ты так не так одет. Какие кружки, где, что, когда происходит, красиво оформлено, как-то тепло это все, уютно. И ты понимаешь, что в принципе, ну, тебя здесь ждут, и тебе здесь рады, даже если все равно человека не стоит, который тебе что-то подскажет. Конечно, коммуникация человек-человек, и человек-священник, она самая трудная и самая важная. От нее реально какие-то перемены в жизни происходят, и она самая страшная. Где найти этого батюшку? Как он на меня отреагирует? А он по-церковно-славянски со мной будет говорить или нет? Вот. Даже вот на форуме, я хожу по форуму, там стараюсь уже что-то и так, и сяк там перед ребятами, там, чтобы поменьше барьеров было в этом общении. И некоторые люди подходят не ко мне напрямую, а они подходят к сотрудникам паломнического центра, а он со мной на каком языке будет разговаривать? А вы можете такие вопросы задавать или нет? Они нас боятся. Они боятся пространства храма, боятся священников, чувства верующих каким-нибудь поведением. Не потому, что они плохо о нас думают, да, потому что они думают, что мы к ним плохо относимся строго, сейчас будем их наказывать за что-то, не хотят чувствовать себя глупо, потому что не знают, как это, что делать. А кто их там научит или проведет за ручку, ну, нет у него верующего друга или подруги. Расскажу один пример. У нас вот есть такой маленький медиапроект Дух. Мы снимаем истории, как ребята выцерковлялись, как они пришли к Богу. Там ребята, которые ходят в храм, ну, год-два, они обычные, современные, интересные, такие незачуханные, средневековые ребята. Но почему-то вот им захотелось. И одна девочка, она на Псковщине у нас живет, ходила к батюшке достаточно духовному, но потом как-то семья немножко охладела к хождению в храм, и она попала в совершенно другую компанию, и парень у нее уже другой был. И вот она попала на экскурсию в Псково-Печерский монастырь. Экскурсию ведет не наша обычная тетушка или бабушка, которая работает у нас в паломнической службе, а семинарист. 18 лет, с такими глазами кота и Шрека, такой милый. Ему 18 лет, так же, как и этой девушке. И она думала, что церковь это только для тетушек и бабушек, а тут молодой человек, и почему-то для него это важно. У него такая чистая речь, у него ни одного слова паразита. Он почему-то стремится к чему-то высокому и хочет стать священником. И вот она ходит по монастырю, сердце ее оттаивает, она вспоминает, как здорово ей было ходить в храм, и думает, вот было бы здорово вернуться. Но тут начинаются смущающие мысли. А батюшка мой уже умер, а в храм я ходил и совершенно другой, а верующих друзей у меня совершенно нет. Я понимаю, что сейчас я вернусь домой и продолжу жить, как я жила. Она прикладывается к мощам отца Иоанна, крестьянкин, говорит, батюшка, ты же видишь, я хочу вернуться, ну помоги, я не знаю как. И в конце экскурсии семинарист говорит, вот у нас там по вторникам проходят молодежные встречи, приходите, приходите. Она к нам пришла, такая радостная, мы ее хорошо приняли, видит компанию сверстников, такие радушные ребята, и стала к нам захаживать. Парень, с которым она встречалась до этого, на второй день узнал, что она пошла в храм. А, в храм? Там здорово, там классно. А, ну хорошо, пока. Год он обещал на ней жениться, и кинул на второй день. Но зато она сейчас занимается флористикой при монастыре, встречается с семинаристом, и все у нее хорошо. Да, вот если нету поддерживающей среды молодого человека, или некому за ручку его проводить в храм, и как-то стать его гидом, что ли, по этому миру, и немножко его подбодрить, то многим ребятам трудно, трудно. Они не готовы решиться в одиночку, вопреки всему, там преодолевая все на свете. Становиться выцерковленным человеком. Соответственно, надо заботиться о том, чтобы среду в храме создавать такую, чтобы были нейтральные какие-то территории, где низкий барьер входа для молодежи. Например, молодежная тусовка, около православная, или совсем православная, но где новичкам рады, где может завалиться и атеист, и сатанист, и просто посидеть, чайку попить. На наши встречи приходил парень-историк. Он все время нам говорил, что он атеист. Но ему было просто классно с нами тусить. Мы три часа общаемся, а потом два часа их исповедуем. Он начал заходить в храм, слушать, какие мы молитвы перед Исповедом читаем. Потом начал чем-то интересоваться. Но он же историк, он честный человек, исследователь. Он говорит, мне это, конечно, интересно, но я по-честному не могу сказать, что я сейчас верующий человек. Как бы мы не хотели от него, чтобы он это сказал. Потом он пошел служить в армию, и из армии нам уже периодически пишет, что со мной тут такое произошло. То есть должно было произойти что-то нехорошее, но я верю, что Бог меня спас и мне в этом помог. И там уже жизнь сама ему подкидывает какие-то поводы для того, чтобы немножко к Богу приблизиться. То есть он вроде бы и не наш, а вроде бы все равно с нами. Да, и он в своем темпе может дозревать. Была встреча недавно с отцом Саввы Мажука, где он говорил, что люди похожи на растения. Кто-то цветет каждый год, кто-то раз в 60 лет. Люди разные, они с разным темпи идут к Богу. А нам надо создавать среду и давать им пищу для размышления, для того, чтобы они могли спокойно в своем темпе дозревать. Но для этого нужно принимать людей инакомыслящих, немножко с другой культурой, с другими какими-то традициями в поведении. одежде или еще чем-то. Приходят люди... Потерпеть просто человека, его инаковость, да? Да, да, да. Потому что мы так привыкли, что у нас своя среда, свои правила и свои традиции, что мы вот так вот за них держимся. И когда появляется какой-нибудь непричесанный во всех отношениях и моральных тоже там молодой человек, мы часто не готовы его видеть и терпеть рядом с собой. Что это за чучело сюда пришло, скажет какой-нибудь взрослый батюшка. А эти пространства нужны, и это общение нужно. Ну, пирсинг у него, ну, татухи там, не знаю, ну, какой там, не знаю, скандинавский символ набит там, набицухи. Ну, почему он это сделал? Ты хоть вник вообще, что он в это вкладывает? Плохой он или неплохой? Действительно там что-то там у него такое плохое в жизни происходит? Или он просто заблудился? Может, ему просто культура нравится. Я вот тоже в детстве зачитывался мифами скандинавскими, да, там мне нравилась скандинавская культура. Ну, просто я не дошел до тату-салона и не набил этот символ. А у нас один парень набил, а потом поехал в Артек. Говорит, отец Анастасий, что мне сделать, чтобы меня тут за нацикать не приняли? Мне кажется, есть еще одна проблема. Это церковь и наука. Особенно для вузовской молодежи такая проблема существует. Наука доказала, да, что Бога нет и так далее. Как-то у вас в Библии говорится, что Господь создал светило в четвертый день, а свет в первый день, ну и так далее. Вот с этим что делать? Объяснять. У меня одна девочка на форуме не причастилась, хотя ходила на беседы, но в последний момент ее сомнения заели. Ну, как же так? Я биолог, а наука и вера это вещи, противоречащие друг другу. Я ей за пять минут объяснил, что, в общем-то, и верующих ученых много, и центры научности были храмы, монастыри долгое время. И, в общем-то, наука занимается материальным миром, а религия все-таки с Богом общением и духовной жизнью, а наука как-то не претендует на это. Он такой, блин, а что я раньше этого не знал? Я бы причастилась с удовольствием. Да, это просто стереотипы, которые очень легко отваливаются, если просто человеку объяснить. Люди не знают же ничего, им никто об этом не рассказывает. Откуда мы думаем, что человек должен впитать в себя православие? Родители сами не выцерковленные. В школе, ну ладно, там есть история и культура. Некоторые люди говорят, вот, вся наша история пропитана православием. Святые князья, христианизация, мы сформировались как один народ, только благодаря православию. Ну, ребята изучают это все, но они не считывают из этого ни важности православия, ни содержания православия, ни каких-то ключевых православных смыслов. Мы изучаем русскую литературу. Вот, грамотные люди говорят, вот, Пушкин, Гоголь, Достоевский, это же, ну, люди с христианским мировоззрением, там важные смыслы были в их произведениях, они старались преображать души людей. Но ребята, когда изучают литературу, они тоже ничего этого не считывают из нашей литературы. Мы говорим о том, что должно быть преемство поколений, но для этого, во-первых, надо дать ключ, отмычку для того, чтобы это сокровище культуры раскрыть и правильные смыслы оттуда взять. В плане истории и литературы мы не даем ключик для того, чтобы ребята взяли оттуда духовное содержание нашей истории и духовное содержание нашей культуры. Как мы историю проходим? Это, в основном, политика. Такой-то царь, такой-то князь сделал то-то, 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 территория пролосла настолько-то, такие-то экономические прорывы, такие-то научные прорывы, такие-то культурные прорывы. Ну, культуры, ну, культурные какие? В плане влияния нашей культуры, да, вот, на большие массы населения. А то, То, что наши предки за веру раньше умирали, а мы сейчас стесняемся про веру говорить, вот это вот ребятам непонятно из нашей системы образования. Мы говорим, что церковь и государство отделены. Ну, в общем-то, слава богу, да, у нас немножко разные принципы действия. Но то, что надо взаимодействовать в плане воспитания ребят, это очевидная вещь. Сейчас это внесли и в Конституцию, и указ был Владимир Владимирович об укреплении чего-то там, о политике в сфере воспитания традиционных духовных ценностей. Да, о законах традиционных ценностей от 9 ноября 2022 года. Да, там как раз говорится о том, что можно сотрудничать с религиозными организациями в плане воспитания молодежи. Ведь духовное воспитание, оно же тоже необходимо. Но по факту пока это сотрудничество, оно какое-то со скрипом идет. Хотя есть какие-то отдельные успешные примеры и подвижки. Но системно мы пока этим еще не занялись. Как мне кажется, еще важная тема запретов. Когда молодой человек приходит в церковь, он понимает, что там все нельзя. Большая часть дней в году постные. И оказывается, церковь регламентирует даже такие стороны человеческой жизни, как, прошу прощения, половые отношения. И у свободолюбивого молодого человека наступает шок. Как-то все нельзя и почему все нельзя. Вот как вы это объясняете ребятам? Просто. Если ты хочешь добиться какой-то цели, например, не знаю, победить в Олимпийских играх, да, ты на чем-то сосредотачиваешься, от чего-то отвлекающего отказываешься. У тебя появляется график тренировок, тренер тебе говорит, как питаться, сколько надо спать, как часто ходить на тренировки. Ты участвуешь в соревнованиях, ты лишний раз уже не пьешь там с друзьями по пятницам, там не отвлекаешься на что-то. У тебя куча ограничений возникает. Но ты понимаешь, ради чего эти ограничения. Что-то тебя, наоборот, приближает к цели, а что-то отвлекает от цели. Если для тебя такая цель, как счастливая, духовно здоровая, чистая духовная жизнь, привлекает и общение с Богом привлекает, естественно, ты начнешь как-то трудиться, чтобы на этом пути преуспевать. Начнешь молиться, поститься, ходить в храм в субботу, в воскресенье. Когда я, например, первый раз поисповедовался, причастился, у меня такая вот яркая, то, что называется, благодать была. Мне так хорошо было, что мне не надо было пинать там отец... Тогда Володя, меня еще звали, не отец Анастасий. Володя, ну ты уже три недели не был в храме, ну сходи, это же очень важно, как я вот сейчас делаю с некоторыми вещками. Не надо было мне так зудеть на духом, мне хотелось. С тех пор я вот воскресную службу мог пропустить, только если там свадьба друга накануне, или я по болезни не могу доползти. А уже прошло 11 лет, и не надо меня заставлять, мне просто хочется. Я понимаю, что мне это дает. Мне хорошо на душе, когда я так делаю. Мне плохо, когда я долго этого не делаю. Есть какое-то внутреннее ощущение, зачем... Мотивация есть, понимание, зачем мне это нужно. Когда молодой человек еще не имеет такого опыта, он еще не попробовал, ну это все равно, что там рекламировать жизнь на Марсе. Я вот на Марс слетал, считаю, что там круто, но никто там не был, и можно мне поверить, а можно мне не поверить. Да, это совершенно потусторонний мир для многих ребят. Да, для многих ребят, конечно, являются сюрпризом некоторые запреты в церкви. Недавно тоже вот сидели на форуме на кухне с ребятами, и когда я сказал, что, в общем, до брака надо хранить целомудрие, один парень, который считал себя православным, носил крестик, для него это важно. Для него важно, чтобы у него и с духовной стороны было все хорошо, и с Богом все было хорошо. Он в шоке так сидел. Ё-моё, что ж теперь делать? Его действительно это озадачило и напрягло. Но это не в плане, что он не хотел ничего делать, а просто для него это было неожиданно. В плане там даже, простите, рукоблудия для некоторых, это тоже сюрприз, потому что это достаточно распространенные вещи и у подростков, и у молодежи. И тоже в аудитории спрашиваешь, сидит там 200 человек, молодежи или подростков. Друзья, кто из вас готов хранить целомудрие до брака? И какие-нибудь там три робкие ручки поднимаются. Даже если к тебе придет... А вот давайте вспомним пример. Отец Павел Островский отвечал на вопрос, а что делать, если к тебе пришел человек нетрадиционной сексуальной ориентации? По идее, что он царство Божье не наследует, гори в аду и то-се. Ты можешь ему сразу сказать, гори в аду и не разговаривать. Но пользы духовный человек не получит. А надо попробовать сформировать мотивацию к чистой жизни, к жизни с Богом. Если ты хочешь с Богом отношения выстраивать, соответственно, надо не нарушать заповеди, и не повреждать лишний раз свою душу. Вот по поводу плотских отношений у нас есть такое правило, да, до брака не ни, а в браке пожалуйста. А брак это только МЖ и так далее. Да, вот если эта цепочка рассуждений человека надоумит, конечно, на то, что все-таки, если я хочу быть с Богом, и не прерывать эту связь с Богом, а получать от Него помощь, то надо как-то напрягаться и от чего-то воздерживаться. Я вот монах, например, да, вот беру и воздерживаюсь, а ты чего, почему ты не будешь воздержаться? Да. Соответственно, вот если человек понимает, что, зачем и почему, тогда он готов трудиться. Вообще, трудиться это самый непопулярный совет для молодежи. Они приходят к какому-нибудь бизнес-тренеру, как заработать миллион, а когда он говорит, что надо напрягаться, трудиться и работать 14 часов, все-таки, или как там быстро стать мастером по танцам, боевым искусствам, или научиться клево играть на гитаре, или качком стать, чтобы девушкам всем нравится. И ты им говоришь, ну, надо пахать вот столько часов в день. Таким, ммм. Общался на одном фестивале музыкальным с парнем, который утверждал, что он сатанист. Он говорит, отец Настаси, я знаю, как вам стать популярным среди молодежи. Говорю, ну, что надо делать-то? Говорит, надо им разрешить беспорядочные половые связи. Да, вот если ты все разрешишь, ты станешь очень популярным. Чтобы попасть в ад, трудиться не надо, достаточно просто расслабиться и получать удовольствие. Да, а чтобы человек готов был трудиться, надо сформировать мотивацию. А вот как ты ему это объяснишь? Что ему это дает? Зачем это важно? Почему это важно? Даже вот просишь семинариста, ну, ладно, вот вы говорите про пиар-рекламу. Надо уметь рекламировать и пиарить. Да, у взрослого поколения пиар-рекламу связаны часто с впариванием кетчупа или аферами 90-х годов. Но это просто современные термины для выстраивания коммуникаций, пардон за выражение, вот, по поводу того, что ты предлагаешь человеку что-то и хочешь, чтобы он этим заинтересовался. Вот мы, грубо говоря, продаем, простите, православие, да, то есть мы пытаемся сделать, чтобы оно стало человеку интересным. Вот перечисли мне пять вещей, которые тебе может дать православие, полезных вещей, да, вот. И семинарист такой, да, вот. А там и помощь от Бога, и уходит значительная часть тревог, и ты меньше ошибок по жизни совершаешь, и плоды от твоих трудов гораздо лучше. Ты становишься приятным человеком, с которым и дело иметь приятное, дружить хорошо, и то-се. И на душе у тебя хорошо, и после смерти ты попадаешь в рай, там имеешь жизнь вечную. Ну, там куча всего, да. Ну, ты разрекламируй мне немножко православие, чтобы мне стало интересно. Про воспитание детей и молодежи, когда ты пытаешься их от чего-то отвадить, или ограничить, или отобрать. Вот у ребенка есть планшет, там есть классные игрушки. Приходит мама и говорит, там, не знаю, Вовочка, Петечка, я забираю у тебя планшет. И Петя что, у него мир рушится, катастрофа, интересную, яркую, классную игрушку мама отобрала, а взамен ничего не дала. Мы, взрослые, например, не позволяем так делать, да? Скажу, Сергей, дай мне твой автомобиль. Отец Анастасий, а ты мне что, взамен? Ничего. Ну, как он себя будет чувствовать? Вот мы, к сожалению, так вот с людьми, которых мы пытаемся воспитывать, так же поступаем. Мы одно интересное у них забираем, а другого интересного ничего не даем. Ну, хоть пальцем там пошевелили, чтобы им было интересно православие, чтобы им было интересно здесь присутствовать, интересно общаться. Взять подростков. Вот точно типичная проблема. В 14-18 лет многие подростки покидают храм. А что ты сделал, чтобы подростку было интересно в твоем храме? Ему интересно три часа стоять, смотреть потолок и молиться? Да не каждый взрослый так себя напрягает, чтобы вытерпеть все это. А подросток и подавно. Ему нужно общение, ему нужна самореализация, ему нужна компания поддерживающая, ему нужно саморазвитие. Если на твоем приходе это есть, и его что-то, кроме молитвы и службы, еще на приходе держит, то вероятнее всего он на приходе останется. Если ты ему никакой альтернативы, кроме того, чтобы прийти, стоять на службе и слушать твои проповеди, не предложил, высока вероятность, что в подростковом возрасте этот молодой человек покинет храм, попадет в плохую компанию, совершает много духовных ошибок. Не потому, что он плохой, а потому, что он еще не взрослый. Он не может сам себе создать среду для духовного роста. Это наше дело взрослых людей. А вам не кажется, что есть некая опасность профанировать святое православие в этой погоне за молодежью и молодежными трендами? Не привыкнут ли они к тому, что в церкви их развлекают? Вот все эти наши тусовки, поездки, хихиха-ха и так далее. А что, это должно отсутствовать в жизни? Или этого не должно быть в храме? Церковь, она же не об этом. Церковь, она о духовных серьезных вещах, которые требуют созревания духовного, размышления, чтения серьезных книг, молитвы и так далее. Так, все новички готовы прям вот занырнуть с головой и сразу поститься два дня в неделю, читать полное молитвное правило утром и вечером, как штык в субботу и воскресенье стоять в храме, исповедаться и причащаться. Отнюдь не все. Жизнь верующих людей, она состоит только из молитвы или из чего-то другого. Наверное, верующим людям охота и пообщаться, и отдохнуть вместе, и съездить куда-то вместе, а может быть, еще и поработать. Вот приходит мусульманин тоже на форум Истоки, приехал мусульманин, веду в Псково-Пчерский монастырь, батюшка, а где все мужчины? У нас в мечети много мужчин, а где ваши мужчины? Я вот думаю, где наши мужчины? Наверное, кто-то пивасик пьет, наверное, кто-то в машине ковыряется там в гараже, кто-то там в байк-клубе, кто-то там на войне, кто-то спортом занимается, кто-то с пацанами в компьютерном клубе в КС-ку режется, кто-то на рыбалке рыбачит, да? А у нас при храме вообще есть что-то для общения мужчин, для досуга мужчин? Некоторые мужчины, они такие, деловые, они на бизнесе, они на проектах, например. Я работаю, а ты иди молись, говорит он жене. А мы что-то даем мужчине для того, чтобы в деловом плане самореализовываться при храме, а мы допускаем его к каким-то процессам управления или к делам при храме. Меня Владык Тихон не так давно отправил на обмен опытом к отцу Андрею Алексееву. У него храм в Бутово, у него целый комплекс. И отец Андрей мне очень хорошо принял по-отечески, всю внутреннюю кухню рассказывал. Он там создал огромный приход, где количество людей, которые причащаются по воскресеньям, просто зашкаливает. До глубокой ночи исповедует кучу народу. У него там чуть ли не с яслей воспитываются дети. У них свой детский сад, своя школа, своя школа искусств, свой спортзал. И он говорит, знаешь, что отец Анастасий, я вот был инспектором по воскресным школам, и много где чего поездил. Люди на разные жалуются. Помещений нету, денег нету, условий каких-то не хватает. Но я тебе честно скажу, если нету неравнодушного священника, ничего не будет. Если есть неравнодушный священник, который с огоньком трудится, вокруг него зажигаются другие люди, и они вместе что-то могут путное сотворить. Если есть просто неравнодушие со стороны батюшки, инструменты для того, чтобы заботиться о людях, находятся, люди чувствуют эту заботу, сам батюшка с огоньком трудится, это увлекает других людей. Если ты так в носу ковыряешься, ни шатка, ни валка, что ты делаешь, но это и тебя не вдохновляет, и людей вокруг тоже не вдохновляет. Он пришел к выводу, что из внешней среды ребят нацеплять сложно. Он говорит, надо комплекс делать, выращивать прямо с ранних лет, и вот так вот вести, создавать среду, иначе мы ребят потеряем. Это его подход. Мне наоборот приходится ребят уже из не церковной среды выдергивать и как-то пытаться их поближе к православию подвести. И у него там есть целые советы, рабочие группы по разным вопросам. В этих рабочих группах много мужчин. Сидят взрослые мужчины, принимают ответственные решения, думают, мы это направление потянем или не потянем. Так, если не потянем, что нам нужно? Я другу позвоню, он там подкинет, мы там все сделаем. Не просто батюшка единолично принимает решения, не просто несколько тетенек на приходе захватили власть и всеми там рулят. Мужчины себя в храме часто чувствуют как? Тут бабье царство, а я тут такой весь вроде солидный, но во внешнем мире ко мне с уважением относятся. А здесь я туда встал, сюда встал, тут это на меня наворчало, тут наорало. Ну, как-то неуютно, что ли. Да, мужчинам тоже нужно свое место при храме, тоже свою среду создавать. Своя активность нужна. Конечно, да. Кто-то у него там театральными постановками занимается, кто-то выездами, кто-то детскими лагерями, кто-то хозяйственной и финансовой стороной храма, попечительский какой-то совет, да. Вот. А есть, например, ночной футбол. Даже так? Да. Я не ослышался, может, ночные службы? Ночной футбол. Не ночные литурги к тебе не причащаются, а ночной футбол. У них же есть спортзал. Мужики днем работают, а вечером или ночью там играют в футбол. И приходит какой-нибудь мужик там, он месяц уже тогда ходит, и батюшка там завалится к ним, или какой-нибудь верующий прихожанин скажет, ну, ты же уже месяц, пошли, что, сходим там. Да, я боюсь, да-да-да, не бойся, я тебя там провожу. Все. И за руку его взял, проводил, и человек стал воцерковляться. Но какое-то время ему надо было познакомиться, присмотреться, оттаять на ночном футболе. Прекрасно. Вот вы сейчас упомянули о том, что в храме, может быть, у человека какой-то негативный опыт общения с верующими, да, и действительно многие на это жалуются, многие сделали попытку войти в церковь и ушли, причем надолго, из-за того, что кто-то нагрубил, что-то не так сказал, не так посмотрел и так далее. Вот как эту преграду преодолеть ребятам? Ну, многие священники с этим древним злом пытаются бороться и падают в этой неравной битве, потому что все равно будут люди, которые наворчат, набурчат, и кому-то что-то не нравится. Вот. Да простит меня отец Федор Бородин, если я неправильно что-то там расскажу. Вот. Он, когда пришел на приход, было много ворчливых бабушек. Вот. А батюшка был один, но не ворчливый. И он не мог с этими бабушками справиться. Он сказал, в этом храме замечания делаю только я. Часть бабушек обидел... Кто не хочет, идите на другой приход. Часть бабушек обиделась, ушла на другой приход. Зато теперь там просто раздоли для молодежи. Хорошая кафешка там с флэт-уайтом при входе, да, там молодые ребята-сотрудники. В походы они там ходят, его сыновья многочисленные там движухи всякие наводят. Ребятам хорошо. Лишний раз их палкой по голове никто не бьет. Вот. Если человека мы готовим, новичка, к тому, что он сейчас начнет ходить в храм. Например, в Печорах он первый раз поисповелось причтился, а сейчас поедет он там в свой Ульяновск, Владивосток, Новосибирск, и ему придется искать самому храм. Вот. Надо приготовить... Там-то его и ждут наши верующие. Надо его подготовить, чтобы в храме ты можешь встретить разных людей. Это такой квест. Где-то тебе попадутся ангелы, которые тебя к Богу проводят, а где-то такие монстры, которые постараются тебе голову откусить. Вот. Но если ты встретишь такого прихожанина или батюшку, с которым у тебя общение не пошло, просто пойди к другому. Да, вот ты ходишь к стоматологу зубы лечить, какой-то тебе там плохо все сделал, и дорого, и еще больно было, а какой-то прям пришел и не почувствовал ничего, и здоровый ушел. Вот просто поищи человека, не бойся. Поисповедуйся там, поисповедуйся сям. Посмотри на атмосферу тут, на атмосферу здесь. Разве ты там вообще не развита, есть какие-то движухи на приходе или нет. Вот. С кем из батюшек общение пойдет? Это определенный поиск, да. Но если тебя на этом пути будет что-то смущать, сбивать, тебе станет лень, или какие-то заморочки в голове появятся, а это неизбежно произойдет, да, какие-то силы будут пытаться тебя удержать от того, чтобы двигаться к Богу, ты мне, пожалуйста, напиши и позвони. Вот. Мы с тобой вместе разберемся. Про CRM и клиентоориентированный подход. Вот многие коммерческие структуры, они, когда человек в их поле зрения попадает, берут его телефон, почту, начинают ему написывать, предлагать новые услуги, спросить, а не хотите ли вы еще раз к нам обратиться. Вот человек попал в наше поле зрения, а мы забыли про него дальше, и пусть он катится колбаской, живет как хочет. А что тебе мешает взять его контакт, дать свой контакт, сказать, ты можешь мне писать, звонить в случае каких-то проблем. Многие батюшки не готовы делиться со своими контактами, чтобы он постоянно там кто-то строчил. Ему самому время от времени писать, ну, как у тебя дела, как там исповедуешься, причащаешься, что у тебя там, как. Мне некогда ввести какую-то базу, да, на некоторых приходах людей, например, которые прошли беседы перед крещением, их записывают в базу и периодически зовут. Вот у нас храме такое-то мероприятие, или вот у нас большой праздник, приходите, мы будем рады вас видеть. Человек обалдевает, ко мне такое внимание, меня там кто-то рад видеть, меня зовут, вот, и многие приходят. Это тоже приносит свои плоды, мы этим не занимаемся. Что нам стоит посадить сотрудника, чтобы он этим занимался? Ну, пять тысяч в месяц, ну, десять тысяч в месяц. Сам священник вряд ли это будет делать, у него времени на это не хватает. У меня, к сожалению, тоже времени не хватает. Но вот, например, после форума истоки у нас остаются чаты по пятьдесят, по сто, по двести человек. Я туда какую-то информацию могу раскидывать. Вот, потом ребята говорят, отец Настасьев, вас не достало во все чаты одну и ту же информацию постить? Сделайте себе ТГ-канал, а мы все будем у вас читать. Вот. И психанул, открыл ТГ-канал, теперь приходится вести. Это время требует, да? Но зато ребята на связи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, так и называется, Анастасия, ТГ-канал. Вот. И когда пишешь такому человеку, про которого ты уже забыл и полгода про него не вспоминал, ну что, как ты там? А оказывается, его там что-то смутило, или где-то он приуныл, или что-то его там засмущало, или кто-то там его наворчал, набурчал, или батюшка к нему там строго отнесся. Ты его немножко подбодрил, как бы все эти переживания снял, и он дальше по духовной жизни пошел. А если бы ты про него не вспомнил, он бы так и стоял на месте, или наоборот даже в обратную сторону побежал. Вот. Сопровождение, ребята, это тоже важная штука. Сейчас все возможности в плане налаживания каналов коммуникации для этого есть. Мы просто не ставим себе такую задачу. У нас в картине мира даже нет представления о том, что этим надо заниматься. Вот. У протестантов, кажется, есть такая практика представлять к новичку человека, который его как бы так ведет, помогает. Она неплохая практика, но как бы если это делать сверху, это немножко так навязчиво противоестественно выглядит. А вот если естественным образом у ребят появится друг или подруга, которые будут их так вдохновлять и бодрить, было бы здорово. Да. Ну и батюшка тоже может все-таки периодически стараться внимания уделять. Вот. Я был бы рад, если бы у меня там был какой-то помощник, который ввел бы, например, эту базу, периодически мне напоминал. Отец Анастасий, вы про этого человека не вспоминали уже полгода. Кстати, почему у протестантов так много молодежи? Ну уж точно больше, чем у нас, давайте признаем. Мне кажется, просто потому что они искренне хотят этим заниматься. как отец Андрей сказал. Если есть священник, который горит и неравнодушно этим занимается, все будет. Вот. Мы редко ставим себе эту задачу работать с молодежью. Ну, люди разные по устроению. Даже по семинаристам смотришь, ну там у нас 50 человек учатся, а вот на форум бегает так вот, что и день, и ночь готовы там зависать, и всю жизнь водить людей ко Христу. Ну, человек 5-6-7, может быть, прям этим горят. Есть ребята нейтральные. Если ты их попросишь, они хорошо, качественно это сделают. Если не попросишь, ну у них есть свои дела, которые могут быть им более интересны. Да, учеба там все-таки, да, приходится выбирать. Либо ты проповедуешь, либо учишься, либо еще что-то делаешь, еще личная жизнь. На это тоже время нужно тратить. А есть ребята, ну, не шибко коммуникабельные, замкнутые, да, они так ходят по углам, не знают, как вообще подступиться к людям. Они просто по устроению своему такие. Люди разные. Понятно, что 100% священников не будут ориентированы на миссию. Кто-то будет просто служить, совершать таинство, и будет это искренне делать, и действительно будет хорошим служителем Богу, и еще, может, святым станет. Да, ну просто поприще у него другое. Вот. А те батюшки, у которых это хорошо получается, надо просто помогать им, давать соответствующие возможности. Если у него есть такой талант, такое служение от Бога, ну, давайте будем ему как-то содействовать в этом. Молодежь в церкви. Тоже часто мы занимаемся по остаточному принципу этим. Что должно быть в первую очередь? Должен быть храм отреставрированный, не разваливающийся, красиво украшенный. Епископ на это посмотрит. Количество прихожан должно быть. Неважно, оно у тебя 10 лет одинаковое. Хор хороший. Хор хороший, да, архиерей тоже оценит. Финансовые показатели нужны, потому что нужно платить налоги в епархию, надо содержать семинарии, реставрации, есть много общей епархиальной задачи. Что-то надо в патриархию отправить, какую-то долю, да, на общецерковные нужды, да, то есть есть какая-то материальная сторона жизни церкви. И когда тебя ставят настоятелем, какие показатели эффективности у тебя, да, вот поставят тебя губернатором, и с тебя там центр будет спрашивать за такие показатели, а почему у тебя здесь не так, то не так, то не так. А в церкви у нас какие показатели, за какие спрашивают. Да, вот эти вот организационно-хозяйственные, они, к сожалению, как-то выходят на первый план, а просветительская работа с людьми, ну, получается у тебя, ну, флаг тебе в руки. Не получается, ну, с тебя и взятки гладкие, да, ну, просто это не твое, например, да. По остаточному принципу часто это получается. Насчет тех, у кого получается. Отец Павел Островский, его проект «Манго», такой пререкаемый, да. Как вам вот такой способ донести до подростков евангельскую весть? Помните, когда фарисеи скушали Христа, они думали, он так ответит, его одна часть аудитории закидает помидорами, так ответит другая часть, закидает помидорами, а он как-то асимметричный ответ давал и уходил от ответа. Я думаю, как бы так поступить. Так, давайте тогда издалека займем. Можно сказать, эта тема слишком свежа для окончательных суждений. Спасибо за подсказку. Ну ладно, я попробую, не кидайте меня помидорами, если что не так. Искать новые формы общения с молодежью надо? Надо. Да, вот есть понятие инкультурация, да, то есть ты пытаешься поставить себя на место человека, понять его язык, понять его сферу интересов и в этой сфере интересов действовать. Это вещь очевидная для любого даже педагога, пардон, не то, что для батюшки. Там вопрос больше в том, благоговейно это, не благоговейно, допустимо ли использовать такие художественные средства, выражения и обороты применительно к Архангелу Михаилу, к Богородице и еще к чему-то. Тут уже другая тема, да, то есть священные мотивы, библейские мотивы и святые люди в искусстве. Они же в разных формах присутствуют. В произведениях Достоевского, там, Гоголя присутствуют, да, вот. Никого же не смущает, что в униатском храме там бесы и там такой хоррор разворачивается? Это храм. Почему? Мы что, храм оскорбили? Чувства верующих оскорбили, да? Униатов оскорбили? Ну что, где у нас там диалог с конфессиями плохой? Гоголь нетолерантный, оказывается, да. Вот. Есть произведения живописные, да, взять каких-нибудь там представителей эпохи возрождения, да, а можно ли там Богородицу там или Мадонну там изображать с оголенными частями тела, когда она младенца там питает? На иконах так не делается, они вот живописцы так делают. Часть аудитории скажет, ну, это же величайшее произведение искусства, а часть скажет такая, ну, горите в аду, вы вообще не благоговейны. Скажем так, искать способы нужно, средства художественной выразительности искать нужно. Даже вот мы вчера были в музее русской иконы, и там, если посмотреть развитие русской иконы, ну, в 18 веке начинается там барокко, да, и иконы тоже меняются. Мне вот перед ними молиться как-то не очень удобно. Мне больше древнерусские, например, нравятся иконы, или какие-нибудь византийские, как-то больше на молитвный лад настраивает. Но для людей той эпохи им вот нравилось, да, там, что и у Богородицы мафор розовый, и там святых на фоне грозы изображают, и какие-то рюшечки появляются, и архитектурные элементы, когда монастыри там изображаются. Вот, шел какой-то творческий поиск средств художественной выразительности. Что-то естественным образом останется и закрепится в традиции, потому что людям это что-то дает, а что-то отсеется, наверное, просто время покажет. Мне нравится сам посыл отца Павла, да, то есть он не боится выходить в чуждые нам культурные пространства и пытаться оттуда, как Христос из Ада, вытаскивать ребят. Да, вот. Он просто говорит, ну ладно, если мы заново с нуля чистых ребят воспитываем, им это, конечно, не надо. И претензии, которые я слышал, например, от некоторых матушек даже, да, вот, что не только невоцерковленные ребята начинают это читать, но наши церковные, а мы-то хотим их благоговейно воспитать, среду создать, вот. А у отца Павла другая задача. Ребят, которые уже накушались манги, которые уже на этом выросли на анимешках, в их мир внести чуть-чуть евангельских смыслов. Задача благородная. Вот. А где там благоговейно-неблаговейно, вопрос дискуссионный, это вопрос какого-то, наверное, внутреннего такта. Я думаю, действительно время покажет. Мне кажется, у вас получилось. Да. Слава Богу. Спасибо. Есть еще такая проблема, как мне кажется, для молодого человека. Это вот консервативность, реликтовость, архаичность церкви. Когда молодой человек приходит в церковь, он видит там все древнее. И причем церковь это очень ценит. Вот он спрашивает, а это что? Ему говорят, о, сынок, это появилось в церкви полторы тысячи лет назад. А это что? Это вообще с первого века у нас идет. Он говорит, подождите, у вас что-то современное есть для меня? Какое это ко мне имеет отношение? Есть вот эта проблема? Есть проблема такая, что человеку кажется, что сейчас его запихнуть в субкультуру, где ему не понравится, где он станет немодным, непопулярным, и остальные будут смотреть на него, как на идиота и фрика. Да-да-да. Ну, действительно, многие на тебя будут смотреть, как на идиота и фрика. Поздравляю. Следующий вопрос. Часть парней девушек кинет. Да, но зато потом все будет хорошо. Придете к отцу Анастасии. Да, все будет нормально. Да ладно, разные храмы есть. Посмотрите там на Сретевский монастырь, новый храм, там светодиодные лампады, LED-прожекторы, лифты с византийскими узорами. Вот. Это все как бы такие исторические и культурные штуки. Вопрос, зачем ты в храм идешь, и что ты там можешь получить? Вот. Иоанн Златоуст говорил, что если ты идешь в храм к человеку, то ты ошибся, а если ты идешь к Богу, то ты правильный выбор сделал. Какие бы там человеческие, культурные, исторические штуки ни были, это все, ну, как бы внешняя, что ли, шелуха. Она может настраивать тебя на нужного, а там может не настраивать. Но Бог-то там есть, и ты действительно можешь его там найти. Ты можешь получить от него эту божественную силу, благодать. Ты можешь очистить свою душу в исповеди. Ты можешь соединиться со Христом в таинстве причастия. Ты можешь услышать вещи, которые перевернут твою жизнь и представление о том, что тебе полезно, что не полезно. Можешь исцелить свою душу, которая, может быть, местами где-то болит. Можешь найти советы, как тебе построить свою жизнь, чтобы ты был счастливым, здоровым и телесным, и духовным человеком. Все это там есть. И в храме древнем, и в храме новом, и в любом. У нас достаточно большой выбор. Если тебе не нравится здесь, ну, сходи в другое место. Вот так ребята потихонечку свои храмы находят. А вот вообще вероучения, догматы, это все такое древнее, как для кого-то кажется, не имеющее отношения к сегодняшнему дню? Я бы не сказал, что многих ребят прям древность смущает. Некоторые там мировоззрения и течения, они тоже претендуют на древность, и это, наоборот, привлекает. Да, какая-нибудь йога. Это же древнее учение древних индусов. Астрология. Это древнее знание тайных каких-то древних там астрологов. Неоязычество. Это древняя вера наших древних предков. Многих, наоборот, эта старина привлекает. Если человек что-то отталкивает, надо просто смещать акценты и говорить о привлекательных вещах, о том, что это ядро, это смысл, это польза, а вот это все второстепенно. А иногда молодой человек не против церкви, но он просто не знает, зачем она ему. Вот в нем еще не проснулась какая-то потребность в Боге, и нет еще осознания какой-то греховности, вот такого покаяния. Короче, перелома не случилось. Может ли человек в таком состоянии вот просто ходить в храм и все-таки зачем ему это? Ну вот как этот атеист зачем-то заваливался к нам в клуб и общался с верующими ребятами. Просто его по-человечески что-то привлекало. Он еще не дорос до духовных вещей. Он может быть еще плотской или душевный человек, как у нас святые отцы говорят. Нет у него потребности в Боге, нет понимания, что он духовно не самодостаточный, надо к Богу за помощью обращаться. Но хотя бы оставить хорошее впечатление о церкви, о верующих людях, о том, что это за люди, о том, что у них какой-то интересный образ жизни. Мы можем. Тоже вот некоторые говорят, задача родителей оставить у детей в детстве как можно больше светлых, добрых впечатлений. Потому что ты не всегда можешь заложить им какие-то знания. Они бывают актуальны, неактуальны, устаревают. Но вот эта любовь, вот это тепло, которое исходило от взрослых, они могут привести к тому, что когда человек столкнется с сложным жизненным выбором, как князь Владимир при выборе веры, он потом вспомнит этих людей, которые его этим теплом и любовью обогрели, и подумает, а как бы они поступили в этом случае? То есть они становятся для него авторитетами, что ли. Ему напоминают, вот бабка твоя Ольга была мудрейшей из людей, может, он там вспомнил, как она там в детстве пыталась его чему-то приучать. И это могло сыграть роль в какой-то критический момент его жизни. Некоторые родители расстраиваются, вот у меня сын, вот у меня дочь, они там вообще в храм не ходят, в ту сторону не смотрят. Но если ты светлое впечатление там оставил, и о себе, и о верующих людях, в критический момент это может сыграть важную роль. Насколько я понял из нашей с вами беседы, нет повода для паники. То есть молодежи ведь все равно не было никогда много в храмах. Это в принципе тот возраст, который не ориентирован на решение каких-то религиозных вопросов прямо здесь и сейчас. Это возраст такой динамический, там что-то еще будет дальше, все только начинается. И, наверное, никогда не было такой эпохи в той или иной даже православной стране, когда молодежь прямо стопроцентно стояла в храмах в воскресный день. Да, все-таки есть у нас основания для беспокойства или все нормально? Искать проблему в молодежи методологическая ошибка. Молодежь сама за себя отвечает, а мы отвечаем за себя. Вот мы в должной мере трудимся, работаем, чтобы ребята пришли в храм и открыли для себя Бога. Или нет. Говорить, что молодежи Бог не нужен, тоже категорически возражаю. Двум третьим ребят Бог в той или иной степени, ну вот по тому потоку, с которым мне довелось работать, пришел к выводу все-таки, что двум третьим ребят Бог нужен. Третий уже прям настолько, что они готовы к таинствам приступать, а еще третий, ну, хотя бы просто стремится к этому. Вот. А у третьей еще не созрела, например, потребность. Агрессивных атеистов, прям, которые против церкви, там, враждуют с ней, вообще очень мало. Да, то есть так или иначе, ребята к чему-то светлому тянутся. И это заложено в нашем воспитании, в нашей культуре и в нашей истории. Но это как такое нераскрывшееся семечко. Надо помочь ему вырасти. Трудимся мы для того, чтобы это сделать, мало. В наших показателях эффективности это где-то там на задворках. Ресурсы финансовые, временные, там, не знаю, кадровые, направляются в основном на другие направления, на молодежь тоже по остаточному принципу. Сейчас Анна Кузнецова со святейшим, когда были в МПГУ, объявили о том, что будут создавать всеправославное молодежное движение верное. Вот. Это хороший знак, да. Наверху озаботились тем, что, например, вот государство начинает всей молодежи заниматься. Росмолодежь, ее форумные компании уже охватывают. 5 миллионов ребят. Создали новую пионерию, российское движение детей и молодежи первые. Вот. Можно по-разному относиться к названию. С маркетингом у нас, кажется, не все хорошо. Можно было бы как-то более модно назвать, что первые, что верные. Вот. Подойдешь к своему другу, ты хочешь быть верным. А первым. А первым. Че? Да. Не сходу привлекает, надо еще мотивировать. Да. Но сам посыл очень неплохой. Вот. А так, мне кажется, надо действительно больше смотреть, как это в светском мире люди делают. Вот. Как та же самая Росмолодежь организует форму работы с ребятами, да. До движения первых, чего пытаются делать. Что в бизнесе делают для того, чтобы привлечь молодежную аудиторию. У них же работает. Значит, у нас тоже может. Просто мы можем насытить эти формы работы своим содержанием. Вот. И пока, конечно, этого недостаточно. Ребята сидят и ждут, кто бы им помог прийти к Богу, а мы до них не доходим. Теста Анастасия, в заключении нашей беседы скажите, пожалуйста, краткое доброе слово тем ребятам, которые, возможно, смотрят нас. В храме они ни разу не были, но присматриваются к церкви. Вот скажите им, ждут ли их в храме? Ну, я лично жду. Бог есть, Он там есть, Он может вам помочь. Если вы не нашли еще того батюшку или того друга, который бы вас туда проводил, ищите или пишите мне в личку. Спасибо очень за эту беседу. Спасибо, Господи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok